Продолжение следует... В Беларуси будет работать портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями, сообщили корреспонденту Билта в Министерство связи и информации. Предполагается, что портал будет удобным инструментом для размещения мнения о качестве работы государственной организации, оказывающей услуги населению. Портал уже создан в интернете. Он пока работает в тестовом режиме и постепенно наполняется. Планируется, что он полноценно заработает и будет доступен всем желающим в этом году. Это позволит создать в стране прозрачный и объективный механизм оценки уровня развития государственных услуг, отметили в Министерстве. Аллею Сирени накануне Дня Победы высадили в Сморгоне. В торжественной акции, приуроченной к 73-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие члены ветеранской организации, школьники, представители районной администрации. Начало истории Аллеи Сирень Победы в нашем репортаже. Несколько лет назад в Волгограде стартовал крупномасштабный проект «Сирень Победы». Его цель – создание аллеи из сиреней в городах-героях в местах воинской доблести. Беларусь присоединилась к международной акции по созданию уникальных садов. В нашей области из сиреней сорта «Великая Победа» 7 мая заложили сад мира в Гродно. Было принято решение выйти за рамки города. В частности, во время акции эстафета была передана Сморгоне. Куда отправились саженцы «Сирени Победы»? Наш край стал первым не случайно. Было избрано Сморгонь как раз в качестве эстафетного города. Почему? Потому что, во-первых, Сморгонь – это город воинской славы Первой мировой войны. И даже это было отмечено в Всесвятский храм на улице Калиновского в Минске. На входе в Крипту Сморгонь в том числе обозначен как воинский город, значит, как город трагедии воинской нашего белорусского народа в связи с химическими атаками и так далее. Так вот, это было замечено раз. И, плюс ко всему, Сморгоньский район – один из первых был освобожден во время Великой Отечественной войны. Председатели первичных ветеранских организаций, школьники и руководство города 8 мая 2018 года торжественно заложили в городском парке Победную Сиреневую аллею. Сегодня на этой акции будут присутствовать представители общественных организаций нашего района. Это, прежде всего, представители ветеранской организации, которую я представляю. Это члены Белой Руси, это члены БРСМ и других организаций, которые своим участием в этой акции покажут уважение, покажут память к ветеранам Великой Отечественной войны. В мае 1945-го благоухала сирень. Именно она и стала символом победы в Великой Отечественной войне. Букетами сиреней встречали воинов-освободители и в городах Европы, и у нас на родине. В каждую годовщину Великой Победы будет расцветать сирень в память обо всех воинах и тружениках, которые подарили нам мир. Значение праздника Великого Дня Победы нельзя преувеличить. Этот праздник действительно, который со слезами на глазах. Ведь у каждого белоруса с этим праздником связаны воспоминания о своих близких, о своих родных, которые воевали, которые погибли, которые попали в плен или находились в концлагере. И эти воспоминания сегодня мы, закладывая эту аллею, как символ памяти, хотим преподнести нашему городу. Кусты сиреней бесплатно предоставил Центральный ботанический сад Академии наук Беларуси. Его коллекция элитных сортов данного растения – одна из богатейших в мире. Насчитывает около 200 разновидностей. Свыше 20 из них посвящены истории и личностям Великой Отечественной войны. Мы, представители учебного центра Института пограничной службы Республики Беларусь, а также первичной организации Белорусский республиканский союз молодежи, приняли участие в данном мероприятии с целью выковерить память о подвигах, совершившихся в годы войны и сохранить память в сердцах. Сегодня наша обязанность сохранить тот мир и покой, который завоевали наши ветераны. Сиреневую аллею планируется дополнять новыми саженцами на протяжении последующих лет, передавать их в сельские советы. Впервые в истории нашего района прошла патриотическая акция «Час памяти». 8 мая в рамках ее проведения в 13.00 во всех семи сельских советах Сморгонщины у памятников погибших в годы Великой Отечественной войны состоялись торжественные митинги, посвященные Дню Победы. Один из них запечатлела наша съемочная группа. Руководство района, начальники основных служб, а также представители общественных организаций 8 мая в 13.00 во всех сельсоветах Сморгонщины провели торжественные митинги в рамках акции «Час памяти». Данная районная акция была организована впервые. 9 мая наша страна отмечает День Победы. Это праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны. Сегодня мы собрались здесь, у памятника погибшим односельчанам, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые времена. В торжественном митинге и возложении цветов к памятнику, расположенному на территории Жадишковского сельского совета, приняли участие председатель райисполкома Геннадий Хоружик, военный комиссар Леонард Гружевский и председатель районного совета ветеранов Владимир Косаковский. Почетными гостями были ветераны Великой Отечественной войны Вацлав Брониславович Гражуль и Владимир Петрович Муский. На мероприятие пришли жители агрогородка, представители трудовых коллективов местных предприятий и организаций, школьники, ребята, приехавшие на оздоровление в реабилитационный центр Лесная Поляна. Работниками культуры и учащимися школ агрогородка Жодишки была подготовлена праздничная программа. В нее вошли душевные стихи и мелодии военных лет. В этот весенний день было сказано много слов о войне, о героизме советских воинов и партизан, о самоотдаче тружеников тыла, слов благодарности ветеранам за то, что мы живем под мирным небом в свободной стране. Называя эту победу великой, мы отдаем должное священному подвигу советского народа, той неодалимой силе духа, с какой наши отцы и деды отстаивали право своей страны на свободное, самостоятельное развитие. Военное лихолетие коснулось черным клумб каждой белорусской семьи, но ничто не сломило дух нашей нации. И хотя давно отгремели кровопролитные бои, ушли в прошлые тревожные и нелегкие послевоенные годы, но не вычеркнути с памяти патриотизм белорусского народа. 9 мая нашествие бессмертного полка победители опять встанут в строй в городах России, Белоруссии, Украины и других странах мира. У вековеченных портретов и нести будут уже внуки и правнуки поколения защитник отечественного. Вечная им память и наша глубокая благодарность. Цветы мая, символ великой победы, раздали пришедшим на митинг ребята из волонтерского отряда «Небезразличных сердец». Кульминацией акции стала передача Геннадием Хоружиком зажженной лампадой председателю Жадежковского селесполкома Светлане Кучеровой. По замыслу 9 мая лампада должна будет занять свое место у памятника погибшим воинам-партизанам в Сморгонии. Я никогда не видела войны и ужаса ее не представляю. Но то, что мир нас хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю. Все меньше остается в живых свидетелей, страшных событий. Тех, кто сражался за нашу Родину, годы берут свое. Тем дороже для нас каждое их воспоминание. Вацлав Брониславович Гражуль считает, что самая страшная минута для мирных граждан, живущих своей повседневной жизнью и строящих планы на будущее, это известие о том, что началась война. Он узнал об этой страшной новости, будучи подростком в 16 лет. Спустя два года Вацлав Брониславович попал на фронт. После непродолжительного обучения юного солдата определили в пехотные войска. Пешком он дойдет в 45-м и до Кёнигсберга и встретит там победу. Теплый день. Это в 8 часов я объявил полковник, чтобы война кончилась. Так вот, солнце было такое тепло. Светлый такой день был. Как потом, день победы, чтобы кончилась война. Ну и продолжалась жизнь далее. По завершению мероприятия собравшиеся возложили венки на священном для каждого жителя агрогородка месте. На плиту с горечью и радостью были положены охапки живых цветов. У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении долгого времени. Он объединяет нацию чувством гордости и задоблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Такой праздник есть и в Беларуси. Это День Победы. 73 года мы ежегодно вспоминаем этот Великий Май. В Сморгоне прошли торжественные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Когда мне аплодируют, мне очень приятно. Я показала все, что я могла. Насколько нравится танцевать? На 100%! Танец – это хорошее настроение! Лепшим хореографичным коллективом были уручены дипломы. Одним из переможцев стала и танцевальная группа Народного ансамбля песни и танца имя Михаила Кляфаса-Агинского районного центра культуры балетмастера Паула Радько. Для усих удельников мероприемства организаторы подрыхтовали подарунок – экскурсию по городе с наведванием Смаргонска, историка Крайзнавчого музея и мемориала комплексу памяти героев у Яхвяр Першой Сусветной войны. Будем сподзеваться, что конкурс «Скоки во все боки» стал еще одной яркой сторонкой у маляуничой палитры культуры Смаргонии и подарил шмат счастливых, радостных хвилин усим удельникам гэтай падзеи. Много веков пользуются белорусы рушниками. Ткуты расшивают их и сегодня, продолжая совершенствовать красоту, над которой работало множество поколений. Каждая из них осмысливала и складывала в единую народную копилку понимание рушникового декора и его особенностей. На приконце красавика у Смаргонской районной библиотецы у рамках года малой родимы пройшла сустреча у дельников поважанного взрослого аматорского объединения сустречи и активных читачов с народным майстром Зофьей Войткой под назвой «Свет рушниковый, скарб адмысловый». В сирот корыстальников нашей библиотеки есть особная категория читачов, это люди поважанного взрослого. И вот, как заводоволить их вольный час, их потребы, мы проводим мероприемствы. И сегодняшнее наше мероприемство в библиотеке присвечено рушникам, який заявляется символом белорусской открытости, добробыту и доброзычливости. Майстер рассказала об тем, как вышелка стала ее сподорожницей самого малинства. С великой удячностю она вспомнила свою дорогую наставницу Марию Ильинишню Радишевскую, продолжальницей справы, якой с гонором лечит себе Зофья Войтка. Это жизнь, это боль, это радость, это возможность держать семью во всех отношениях, и хорошее времяпрепровождение и возможность дарить красоту людям. Каждая работа – это детище, и каждая работа связана с многими воспоминаниями. Все работы любимые, и в первую очередь это память той, которая дала это все. Радишевская Мария Ильинишна – та, которая научила меня этому всему. И каждая моя работа в первую очередь – это послание ей. А потом уже мое творчество и красота для людей. Сустреча пройшла у теплой и утульной атмосферы. Просутные у приподнятым настроек провели свой час и с великим задовольнением проглядели выставу рушников Зофьи Войтки. Великую цекавость у гостей выкликал майстер-класс, на яким я не смогли ближе познайомиться с судовным вастатством вышивания. Зофья Войтка отзначила, что вышелка в доме – это оберег, в который укладается душа. Что традиции необходимо передавать детям и унукам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok 14 мая будет облачная с проснением погода. В ночные часы температура воздуха составит плюс 9, плюс 11. Днем 17-19 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Это были основные темы нашего выпуска. Мне остается только попрощаться. Берегите себя, будьте в курсе событий. Программа события транслируется при технической поддержке общества с ограниченной ответственностью Аксиома-сервис Сморгонское кабельное телевидение. Продолжение следует...